Всем привет! И в сегодняшнем видео обзоре очередной обзор на очень классный проект, на очень классный браузер, который называется Brave Browser. Brave Browser это браузер, который уже длительное время стартовал и который является на сегодняшний день лучшим браузером для использования в сети интернет, так как он работает намного быстрее, чем любые другие браузеры, так как он помогает вам от баннера. Плюс ко всему есть инкогнито, также режим, также есть непосредственно тор вкладках, где вы можете с помощью VPN открывать любые другие вкладки, которые вы не могли открывать до того. А сегодня мы хотели бы его проверить на вывод средств, да, уже увидеть как выплачивают они, за что выплачивают, как мы будем их выводить с кошелька и так далее. Значит вы вот переходите по этой кнопке, скачиваете его и у вас появляется вот такой вот браузер. Здесь у вас сверху есть вот такая вот панель, где у вас есть, пишется сумма вознаграждения, далее Advanced, Reverse Settings и так далее. Как всегда браузерная строка и так далее. Итак, давайте перейдем именно к Reverse Settings. Значит здесь мы видим, что мы здесь видим. Первым делом, что мы рекомендуем, насколько мы сами поняли, автоматически вот этот взнос, выключаем его. Почему? Потому что, насколько мы поняли, ежемесячно у вас будут забираться баты, если вы его не выключите. Мы рекомендуем его выключить. Возможно мы ошибаемся, но мы выключили. Почему? Потому что мы увидели, что приходит сообщение о том, что мы должны кому-то что-то заплатить. Следующее. Вот этот написан ваш кошелек и написано количество батов и USD. Эти баты, которые здесь отображаются и все остальное, это не является вашим заработком. Это является просто бонусом. Вот здесь, если что-то отображается, это не те баты, которые должны выводиться. Нет, не думайте. Здесь планируется только сделать так, чтобы вам показывалась реклама и за рекламу вам будут начислять баты, за просмотры рекламы. Оно уже практикуется, но пока не для стран СНГ, за рубежом. Они планируют, что в дальнейшем вообще перестанется быть реклама на сайтах, а будет сугубо реклама в браузере. Это они так планируют. Все, что здесь, это не тот заработок. Здесь вам ничего делать не нужно. Здесь просто оно у вас показывается, здесь вам могут жертвовать. То есть, если вы подключили какой-то свой канал, либо свой сайт, вы можете пожертвовать какую-то часть. Теперь, что касательно заработка. Это еще касательно браузера. Вы себе пользуетесь, все нормально, посещаете и все хорошо. Теперь, что касательно заработка. Вы возвращаетесь опять к нам и нажимаете создать кошелек. И у вас открывается дополнительный сайт. Вы на нем регистрируетесь, нажимаете Sign Up и проходите регистрацию. Полностью регистрируетесь. После этого нажимаете Login. Здесь прописываете свою почту, которую вы указали при регистрации. Вам отправляется на почту ссылка и вы по ней переходите. Вот так вот присылает вам. Вы нажимаете Login и на эту кнопку нажимаете. Все, и после этого вы попадаете в свой личный кабинет уже заработка. И если вы переведете на русский, то здесь показано, что здесь показано, сколько скачали людей. Здесь указано, сколько установили. А здесь показано, сколько подтверждено. Подтверждено это те люди, которые пользуются этим браузером 30 дней и больше. Это как раз за то, что вам заплатят. Вот таким вот образом. Как вы видите, у нас на счету 3824 бат. И они сейчас находятся в ожидании выплат. Кошелек для выплат называется Uphold кошелек. Мы нажимаем проверить баланс. Вот мы попали в свой Uphold. Сейчас у нас вот на счету есть 12.35. И мы их уже сможем вывести. Значит, еще задавался вопрос касательно верификации. Как выяснено, здесь верификацию проходить обязательно. Вот здесь у вас будет показывана верификация, как в прошлом видео показывали. Вы обязательно ее проходите, эту верификацию. Мы ее проходили через свою ID-карт. Если кто не поймет, как верифицировать, мы, к сожалению, не записали верификацию. Но вы можете вбить в YouTube верификация Uphold. И там, в принципе, поэтапно все показывается. Поэтому верификацию обязательно нужно пройти для того, чтобы выводить. Когда вас баты придут, мы покажем вывод. Их можно будет поменять на евро, на доллары. Или же просто вывести их. Либо на биткоины и так далее. То есть, можно здесь, в принципе, вот так вот манипулировать. Далее, также в этом кошельке, вот здесь у вас, там, где у вас показано, сколько у вас баты заработано с помощью загрузок браузера, вы здесь еще можете просматривать статистику. Про статистику можно просматривать вот здесь. Здесь показано, сколько кто установил, сколько кто скачал. И активность за 30 дней. Здесь статистика показана. И также показана статистика здесь. Просмотреть заявление. И здесь можно скачать за период, за месяц, за последний месяц и за все время. Например, если вы нажимаете за этот месяц, открываете и у вас показаны за каждый день различные начисления, что вам начисляли и сколько начисляли. Вот таким вот образом. Поэтому пока ставим видео на паузу. Как только эта сумма поступит к нам на Uphold, вот сюда, там где у нас сейчас 12, мы продолжим данное видео и покажем уже вывод средств, как мы будем выводить дальше. Пока жмем видео на паузу. Средства переведены были к нам на Uphold. Сумма, которая была переведена, это 2428 бат. Прежде чем они к вам поступают, к вам на Uphold, вам приходит сообщение на почту. Происходит это вот таким вот образом. Вот вам приходит такое сообщение, пишется сколько вам приходит. Далее детали транзакции и ваш батч, который переводит к вам на ваш кошелек. После этого они к вам поступают на ваш счет. И здесь уже сразу же показывается, в каком количестве поступили они. Далее показывается курс в долларах текущей монеты и сколько это в долларах. Сразу хотим сказать, что на сегодняшний день монета упала. Причем упала очень сильно. Если раньше эта монета была около 50 центов, то есть она достигала 86 центов. То сейчас, как мы видим, полный спад. Сейчас ее, конечно же, особо продавать не стоит. Потому что она падает. Конечно, она может упасть еще ниже. Всякое может быть. Но, в принципе, планируют, что эта монета будет расти. Сейчас специально происходит у нее спад. Но, тем не менее, на сегодняшний момент она стоит 28 центов за одну монету. Это много, предостаточно она сейчас стоит. Итак, как мы видим, у нас они на счету есть. Еще раз немножко отвлекусь. Еще один ответ дам по поводу ваших вопросов. Вы задавали вопрос, когда мы подключаем вот здесь наш апхолд. У вас еще возникают вопросы с двухфакторной защитой. Ну, это простейшее задание. Это вам нужно будет разбираться в YouTube. Просто заходите в YouTube и прописываете, как подключить двухфакторную защиту. Или как подключить двухфакторную аутентификацию. И в YouTube полно есть видео, как ее подключить. В принципе, человек, который понимающий, то ничего сложного там нет. Вам просто будет показываться непосредственно QR-код. Вы его просто читаете своим телефоном, смартфоном, либо планшетом. Вам показывается код. Вы в код вводите и все. Он подключается в двухфакторную защиту. То есть, те, кто с двухфакторной защитой работает, то никаких вопросов не будет. Те, кто только первый раз пытаются, то возможно тогда посмотрите вспомогающие ролики в YouTube. Потому что у некоторых возникли вопросы по поводу двухфакторной защиты. Мы, конечно же, это тоже не рассказывали. Почему? Потому что для нас это обычнейшая ситуация. Мы не думали, что у кого-то возникнут такие вопросы. Ну и по поводу верификации. Еще раз повторимся. Также в YouTube вбиваете, как пройти в верификацию. Там тоже ничего сложного нет. Если у вас есть загранпаспорт, либо ID-картка нового образца, то вы проходите верификацию очень быстро. Может даже и со старыми образцами пройдет. Мы не знаем, потому что мы проходили по ID-картке, по новым образцам. Итак, как мы видим, у нас сейчас на счету есть батов 2461. Это на сумму почти 700 долларов у нас есть. Значит, также, прежде чем нам приходят баты, вы можете сразу... Здесь там, где у вас депозит. Если вам не интересует рост батов, вы не хотите его держать, то вы здесь сразу можете нажать Change и обменять на ту валюту, которую вы хотите. И вам сразу же будет приходить не в батах, а в той валюте, которую вы хотите. Хотите в долларах, хотите в биткоинах. Сразу вот так вот ставите биткоин, confirm, и у вас будут приходить сразу же в биткоинах. Вам же проще будет. Почему? Потому что мы сейчас будем показывать легчайший способ, как эти деньги выводить. И вам было бы удобнее, чтобы вам сразу приходили биткоины. Просто мы не будем всю монету выводить. Мы их будем холдить. Мы их будем держать. Мы не будем их выводить к себе на карты, на криптонаторы, на биржи и так далее. А вы в свою очередь можете сразу же здесь обменять на биткоины, и вам вместо батов, как у нас, вот сюда будут приходить баты, у вас будут приходить сразу же биткоины. Поэтому можете сделать так, кому не интересен рост монеты. Нам и он интересен, потому что нам важно дождаться, когда монета будет стоить и доллар, и два, и выше. Но все равно мы в сегодняшнем видео покажем вывод средств, приблизительно где-то 100 долларов мы выведем, для того, чтобы показать, как это происходит. Итак, еще один вопрос, когда поступают вот эти монеты к вам вот сюда. Здесь у вас всегда показывается внизу дата. Отсчет этой даты у вас должно быть уже люди, которые 30 дней пользуются браузером. То есть, пример. Если, допустим, вы разместили свою ссылку реферальную 1 марта, здесь у вас написано будет, что выплата будет 25. Соответственно, с 1 по 25 у вас 30 дней не прошло с момента пользования человека. Поэтому вы отсчитываете таким образом. Здесь показывается дата, когда будет выплата. Но вы уже сразу должны понимать, прошло 30 дней с момента пользования браузером ваших рефералов или нет. Если уже прошло то время, то, конечно, вы выплату получите в ближайшее начисление, которое здесь будет указано быть. Если же время не прошло, то, соответственно, вы ждете уже следующие выплаты, которые будут в следующем месяце. Но потом у вас пишется PAYOT IN PROGRESS. Это значит, что выплата находится в процессе. И на следующий день она поступает, как вот нам поступило, 2428 батов. Вот они у нас здесь есть. И, в принципе, видно, что они к нам поступили. Теперь, после того, как они к вам поступили вот сюда на кошелек, который вы уже верифицировали, он у вас уже с галочкой, как у нас стоит. Все хорошо, все отлично. Что вы можете делать с батами? Первое, вы эти баты можете отправить на биржу. Если вы зайдете на CoinMarketCap, то вы можете вот здесь нажать Markets и увидеть все биржи, с которыми они работают. То есть их предостаточно. Вы можете их отправить куда угодно, эти баты, и там уже заниматься трейдингом. На любую биржу. Например, мы работаем с LATOKEN часто, вот с этой биржей. На LATOKEN также можно, допустим, отправить. Здесь получить кошелек. Вот, заходите в свой кабинет, в VALET нажимаете, далее вот бат. Здесь нажимаете DEPOSIT. И вот вам показывается ваш кошелек. Вы его копируете, и на него сможете отправить минимум 25 батов. И выше. То есть от 25 и выше, не менее. Вот. Если же вам неинтересна торговля батом, то вы делаете следующее. Первое, как мы и сказали, либо вы здесь сразу же обмениваете на BTC, просто здесь вместо бат ставите BTC. Либо если у вас уже бат стоит, и вам бат перевели, то что вы делаете? Вы просто нажимаете вот сюда на бат, прямо вот сюда на картинку. И здесь вы выбираете вот здесь, трансфер. То есть здесь есть отправить на почту другому участнику, далее отправить на биржу и отправить в банк. Если у вас есть возможность отправить в банк, в вашей стране возможность это есть, то вы можете отправить в банк. Если нет, то у вас есть либо же обменять, либо отправить на биржу. Например, вот то, что мы и говорили, LATOKEN. Вы вот этот кошелек копируете, далее заходите вот сюда, в SEND, далее выбираете, что вы хотите отправить, бат, вот это выбираете. Далее здесь указываете сумму, которую вы хотите отправить, а здесь указываете кошелек, который вы скопировали из биржи. Здесь указываете сумму, например, 100 бат, вот так вот. И вот эти 100 бат вы отправляете на биржу, без какой-либо комиссии. 100 бат отправляются прямиком на вашу биржу. К вам на биржу, на любую, которую вы хотите из этого списка, где вы зарегистрированы. Может быть на BINANCE, может быть на LATOKEN, может быть на POLONICSE. Тут множество бирж есть, то есть каждый здесь найдет свою. И потом они поступают к вам вот сюда на депозит, на счет на ваш. И вы уже сможете их здесь на трейдинге обменять на ту валюту, которую вы хотите. Есть другой способ, который мы сегодня и покажем. Намного проще способ. Это просто взять и обменять на биткоины. Соответственно, биткоины вы сможете вывести куда хотите. То есть, что мы делаем? Мы нажимаем на BAT, мы нажимаем вот здесь трансфер. И мы здесь выбираем, на что мы хотим обменять. На биткоины хотим обменять. Какую сумму? Мы хотим обменять 400 бат. 400 бат по текущему курсу это вот такое вот количество. Давайте по конвертеру посмотрим, сколько это в долларах будет. Вот это вот количество. Вставляем в конвертер вот эту сумму и смотрим в долларах. В долларах это 109 долларов. Вот эту сумму 109 долларов мы и будем переводить, обменивать и переводить. Значит, мы выбрали здесь, что мы хотим обменять на BTC. Выбрали 400 бат. И вот здесь просто у нас показывается, тут комиссия небольшая будет, 36 тысяч сатош. И мы нажимаем Confirm. И здесь нам показано, что ваши 400 бат обменяются на BTC. Мы нажимаем Да, совсем согласны, нажимаем Confirm. Итак, 400 бат перевелось. Заходим опять на главную страницу, вот сюда дэшборд. И мы можем видеть, что вот уже наши сатоши в размере 109 долларов. Мы их уже можем отправить, куда мы хотим. Соответственно, что мы делаем? Мы вот эти вот только что обменяли. Вот по текущему курсу сейчас BTC 6 тысяч. Мы по текущему курсу вот эти биткоины сейчас отправляем к себе на кошелек, кто куда хочет. Мы в данном случае будем отправлять на криптонатор. И что мы делаем? Мы нажимаем вот сюда BTC Card. И нажимаем вот сюда криптовалюта, либо токен. Нажимаем. И мы будем отправлять биткоин. Выбираем здесь биткоин. И все, что нам нужно, нам здесь нужно указать свой кошелек. Вот здесь вот. Итак, мы заходим к себе на криптонатор, заходим в раздел биткоина и просто копируем свой биткоин кошелек. Просто с криптонатора. Если кто хочет, с любого другого своего кошелька, если у вас не криптонатор, а там электру, либо какая-то биржа, просто копируете кошелек, возвращаетесь на обхолд, вставляете свой кошелек. И здесь прописываете ту сумму, которую вы хотите отправить. У нас вот на счету есть вот эта вот сумма. Мы ее вот так вот копируем всю. И сюда вставляем. Вот, у нас не хватает, потому что нужно учитывать комиссию. Значит, мы тогда что делаем? Ставим тогда 1,7. Вот такую сумму переведем. Это сколько получается? 102,26. Хорошо, 102,26. Вот эту сумму мы тогда и переводим, чтобы здесь учитывалась комиссия. И все. Мы здесь указали кошелек наш биткоиновский. Здесь указали сумму, которую мы будем выводить. А выводить мы будем 1,7 цента биткоиновских. Это на 102 доллара. И нажимаем Confirm. Здесь у нас показывается, что мы со своей BTC карты переводим на непосредственно свой кошелек биткоиновский. И опять же здесь мы должны указать свой аутентификатор гугловский, который мы подключали. Двухфакторную защиту. Заходим в свой телефон, смартфон, либо планшет и записываем код. Указываем здесь. И нажимаем Confirm. Все. Как мы видим, вот эта сумма 1,7 цента биткоиновских отправлена к нам на Криптонатор. На наш биткоиновский кошелек. Все. Вот это все элементарно просто. Как происходит вывод? Не нужно говорить, что Uphold это относится, допустим, к Brave. Нет, Uphold это вообще отдельный кошелек, который может работать с различными проектами, в том числе и Brave. То есть здесь можно хранить деньги, евро, доллары, любую другую валюту. Вы можете здесь добавлять сколько угодно различных других валют. И здесь можете держать свои деньги, ждать пока вырастет курс биткоина, либо бата, либо любой другой валюты. Мы просто показали сегодня самый простейший способ вывода непосредственно батов к себе на Криптонатор. Поэтому давайте сейчас поставим видео на паузу. Дождемся, как только биткоины поступят к нам на Криптонатор. Ну, мы их соответственно и покажем, как они поступят. Единственное, что еще хочу сказать для тех, кто еще очень новенький, да вообще не понимает, как можно биткоины выводить. То можно биткоины выводить не только к себе на кошелек, либо на Криптонатор, либо еще куда-то. Вы можете зайти просто на BestChange, здесь выбрать биткоины и выбрать на что вы хотите обменять. Например, если вы житель Украины, то вы можете обменять их на Privat24. Полно есть различных обменников, где вы просто заходите от одного цента, допустим, вот здесь вот раз, нажали. И вы обмениваете свои биткоины на Privat. Все. Здесь указываете сумму, указываете, и вам приходят деньги, гривны приходят вам на Privat. То же самое, если вы житель России и хотите на какой-то банк. То же самое, Сбербанк, либо Тинькофф, то же самое. Выбираете биткоины на Сбербанк. Опять вот показываются у вас те обменники, которые работают, например, от 001. Выбираете, и все точно то же самое. Выбираете с одной стороны, что вы отдаете. Вы отдаете биткоины, получить хотите Сбербанк рублей. То же самое. Указали, здесь тоже самое, указали сумму, и вам деньги поступили на Сбербанк. То есть это для тех, кто вообще не разбирается в криптовалюте, не понимает, как этой пользоваться и так далее. Ну а те, кто работают с биткоинами, криптовалютой, то те укажут любые свои кошельки. В принципе, можете и так же обменивать сразу же на банковскую карту. Можете, допустим, холдить, как мы будем монету, эту бат холдить. Можете указать здесь BTC. Можете здесь потом просто бат и обменивать на ту валюту, которую вы хотите. Либо биткоины, либо доллары. И просто обменивать. Все, вот таким вот образом. Поэтому ждем видео на паузу. Как только на Криптонатор поступят наши Сатоши, мы подтвердим, что спокойно вывели мы свои 100 долларов. И заканчивать будем данное видео. Итак, все, прошло где-то минут 5-10, как денежные средства были отправлены на Криптонатор. Если мы зайдем в Криптонатор, то вот наша история, как мы переводили, 1.7. Все нормально. Сегодня нам отправлены на Криптонатор. Все. То есть, они уже у вас на Криптонаторе. Далее уже, надеемся, каждый знает, что как делать. То есть, если вы уже отправили сюда свои Сатоши, то вы просто заходите в раздел «Обменять». Либо же обмениваете на ту валюту, которую вы хотите. Либо можете, допустим, взять и обменять биткоин здесь. Здесь обменяете рубли либо гривны. Выбираете ту, что вы хотите. Обмениваете и выводите. В сегодняшнем обзоре мы полностью показали, как происходит вывоз средств с Brave Браузера на кошелек Uphold. И на Uphold вы уже обмениваете. Либо баты переводите на биржу, либо обмениваете на биткоины, выводите биткоины. Либо, можно еще раз повторимся, сразу же. Если вы не хотите ждать, пока монета вырастет, то вы здесь сразу жмете «Change» и обмениваете. И оно всегда у вас будет уже считаться не в батах, а сразу же в Сатошах. И вы будете выводить. Все. Вот таким вот образом. Все ссылки, как всегда, оставляем. Ну, а так, в принципе, на все вопросы мы ответили. Все элементарно просто. Как вы видите, щедрый реально браузер, который реально много платит. И он всегда выводит в эквивалентно 5$. То есть, просто надо вам не выводить, а ждать, пока монета вырастет. Вот таким вот образом. А так, оно всегда выводит монет эквивалентно непосредственно 5$. Все, вот такой вот обзор длинный, но постарались объяснить абсолютно все. Поэтому, кому это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, да, чтобы мы видели, что действительно мы вам помогли, были бы полезны. И в дальнейшем вы также будете смотреть дальнейшие видео о заработке в интернете вместе с нами. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok